Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quays. Как я и обещал, я начинаю публиковать специальные видео, называются вопросы-ответы, потому что я получаю очень много вопросов как в личку, так и внизу в комментариях к разным видео. Очень много вопросов дублируются, поэтому чтобы не отвечать на один и тот же вопрос по нескольку раз, я прошу всех посетителей своего канала, подписчиков публиковать свои вопросы непосредственно в этом вот разделе. Это будет первое видео вопрос-ответы под номером один. Я сейчас отвечу на те вопросы, которые у меня уже накопились, я тут напечатал небольшой листик. Вот, а соответственно для следующего ролика, вот все вопросы, которые вы будете адресовать непосредственно в описании этого видео, внизу в комментариях, я уже на эти вопросы постараюсь частично ответить письменно, а частично, если вопросы будут интересные и я могу что-то интересное сказать, я уже сниму видео под следующим номером и так далее и тому подобное. Вчера вернулись из поездки в Канзас-Сити, ездили на три дня, немножко подустал. Ладно, приступим. Значит, такой Валерий Федоров пишет. Покажите, пожалуйста, СНИЛС, ИНН, ОМС-полис, военник, внутренний паспорт, загранпаспорт, владельские права, удостоверение избирателя, трудовая книжка. Ну, по количеству вопросов, которые задают Валерий, у меня прям такое сомнение, не работает ли Валерий у нас в паспортном столе. Тем не менее, я постараюсь показать вам. Смотрите, вот так вот выглядит паспорт, вот американский, который получит ваш ребенок или вы сами, если вы гражданин Америки, с этим паспортом вы можете путешествовать по всему миру и приехать в аэропорт, купить билеты и практически в 90% стран всего мира с этим паспортом вы можете ездить. Вот, это вот паспорт гражданина США. Кроме такого паспорта, существующая вот такая вот интересная карточка, вот, это паспорт для посещения в Канаду, в Мексику и в ряд стран. Это ограниченное количество, это паспорт нового образца, я его получил на ребенка, он выдается в комплекте вместе вот с этим паспортом. Когда вы идете на почту, заполняете бумаги, вам там стоит такая опция, вы можете галочку поставить, хотите получить такой паспорт, и опять же указывать количество страниц, которое вам нужно, или же вы можете получить еще и вот такой вот. Водительские права, это же ID, вот такое вот образцание у нас, эти водительские права, вот, и вы их можете получить самостоятельно, даже если вы приехали в гости к кому-то на небольшой срок, или просто попутешествовать. По закону США, если вы находитесь в стране больше 30 дней, то вам нужно получить права. Права это универсальный документ, она же ID-карточка, и вы можете во всех офисах ее предъявлять, показывать, это заменяет вам ваш паспорт, вы можете его оставить себе в номере, там в дом, где-то положить в тумбочку, и не ездить с ним, потому что у вас будут спрашивать такую пластиковую карточку. Дальше, вот так вот выглядит CCN, это Social Security номер, его имеет каждый гражданин США, это мы сразу же при получении биосертификата заполнили форму, и нам на ребенка прислали вот такой вот CCN. И это тоже считается одним из важных документов, вы когда устраиваете на работу, вы должны указать, в том числе и CCN свой, если у вас его нет, то ALIN номер, ALIN номер так называемый. Ну и, наконец, разрешение на работу, тоже вот такая вот карточка, она выдается вам, вот, и эта карточка показывает, что вы в Америке находитесь совершенно легально, вот, и когда вы заполняете форму устройства на работу, вы ее показываете, у вас даже может быть, не может быть CCN, у вас вот эта карточка вполне достаточно, найди вот эту карточку и вы на работу устроились. Надеюсь, что я Виталий ответил на все вопросы, как выглядит военный билет, я не знаю, потому что в армии США не служил, пока что никого из солдат или там офицеров я не нашел знакомых здесь, чтобы пообщаться, у меня на самом деле очень много вопросов, вот, для своего канала я бы хотел снять несколько видео, но, к сожалению, я не так часто контактирую с коренными американцами. Артем Мурманушку спрашивает, интернет-бизнес, что это вы там продаете? Артем, в Америке можно продавать все, что угодно. Во-первых, можно заказывать какие-то товары из Китая, из Гонконга, из любой другой страны, хоть даже вы можете свой хендмейн какой-то делать и продавать. Второе, вы можете просто хорошо разбираться в интернет-сайтах, распродажах и брать какой-то товар на оптовых распродажах, а потом заниматься продажей на eBay, на Амазоне, на каких-то других ресурсах. Это отдельный разговор. То есть, если вы интересуетесь интернет-бизнесом, я постараюсь, наверное, снять специальный ролик по поводу того, какие виды бизнеса может начать человек, который приехал в США и пока ждет разрешение на работу, как сделать так, чтобы с него что-то не спадали, и чтобы у него были какие-то деньги на житье. Тимоша 0022. Вот вопрос так вопрос. Тимоша взял где-то долгов и спрашивает, можно ли с налогами, долгами уехать в Америку и избежать политического убежища. Тимоша, ты мыслишь правильно, но есть единственный один нюанс. Значит, до последнего времени такой номер проходил, только к политическому убежищу никакого отношения не имел. Давай мы разделим мухи отдельно, котлеты отдельно. Если ты сюда приезжаешь от долгов, мне кажется, что благородная цель, но сейчас иногда возникает ситуация, что американские власти идут на сотрудничество с российскими и могут сообщить информацию о том, что ты взял какие-то крупные суммы денег и попросить их, так сказать, вернуть. Или же просто тебя под этим предлогом депортировать. Насколько эта информация верна и стопроцентна, я тебе не могу сказать. Я просто тут подспрашивал у знакомых, которые более-менее в теме вот такой ситуации. Они сказали, что до последнего года все это прокатывало. Можно бы уехать спокойно и сказать там московским банкам о реведерче. Спасибо за карточки, спасибо за машину, за ипотеку. До свидания. Теперь могут возникнуть определенные сложности. Что касается политического убежища, я уже снимал на эту тему ролик, поэтому просто рекомендую тебе еще раз внимательно посмотреть. Если ты активно принимаешь какие-то участия в гражданских акциях неповиновения или еще в чем-то, то да, составляй кейс, или если у тебя какие-то лидиозные притеснения со стороны РПЦ, вот если ты баптист, буддист, индуист, шаманист, и тебя РПЦ нагибает каждый день, конечно, у тебя все шансы приехать сюда, найти хорошего юриста и подать кейс. У меня есть несколько юристов, но вот я сейчас жду, как они закончат дела моих знакомых. Если все получится успешно, я смогу рекомендовать. Единственное, что про юристов я хотел бы сказать. Со сторонностью обращайтесь к русским юристам и к русскоязычным, нашим бывшим соотечественникам, которые приехали в Нью-Йорк, во Флориду, в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес. Объясню, почему. Как правило, эти товарищи сгибают и разгибают пальцы, но на поверку, во-первых, у них и консенсы, получается, дороже, чем у американских юристов. Во-вторых, прежде чем заключать с нами договор, поинтересуйтесь, какое количество успешных случаев у них было. И если есть возможность, возьмите контакт этих людей, чтобы лично пообщаться, насколько это правда и соответствует реальности, что вот эти юристы довели дело до конца, и люди получили грин-карту и остались в Америке. Потому что, как правило, берут деньги и исчезают, кидают какие-то разные схемы. Я не хочу на эту тему разговаривать, но просто говорю, состарайтесь относиться к юристу. Лучше обратиться к нормальному американскому юристу, у которого нормальная хистерия и позитивно закончены дела. Смотрим дальше. Такой вот Стив 010180 написал мне комментарий в обсуждении ролика про рождение ребенка. Зачем отпечатки пальцев у ребенка в клинике? Я тебе объясню. Значит, чтобы полностью избежать возможности подмены ребенка в клинике, на него, во-первых, вешаются два чипа, на всякий случай, и снимаются отпечатки пальцев, чтобы в случае чего даже если с чипами что-то произойдет, прокатывают ножку. И вот на основании вот этого уже отпечатка, если вдруг возникнет какая-то подмена или какие-то нюансы, связанные с тем, что будут требования родителей, что это не их ребенок, уже можно было через экспертизу судебно-медицинскую, уже определить, ваш это ребенок или не ваш ребенок. В Америке здесь это все делается очень жестко, потому что были серьезные случаи судебных разбирательств между родителями и клиниками, и это многомиллионные, многомиллионные платежи пострадавшим. Поэтому клиники отлично это понимают и перестраховываются. В России, конечно, это забили болт, на миллион долларов вы там никого не засуете, а факты подмены и потери детей в клиниках происходят постоянно в роддомах. Смотрим дальше. Елена Ушакова. Расскажите, пожалуйста, о предпринимательстве в Америке. Можно ли заниматься мелким производством у себя дома, или это не принято? Вообще, каким видным предпринимательством занимаются американцы? Просто пересмотрев много блогеров, складывается мнение, что для американцев главная цель жизни найти высокооплачиваемую работу. Значит, смотрите, ситуация получается таким образом. До, скажем так, нулевых, до 2000 года Америка была страной стопроцентного среднего класса. То есть люди имели определенный стимул делать свой небольшой частный бизнес, открывать какие-то бензоколонки, брать что-то в лизинг, во франчайзинг, еще что-то делать, какие-то свои темы. Сейчас ситуация немножко изменилась. Уже в конце 90-х крупные корпорации давят этот средний и мелкий бизнес. В основном, я наблюдаю сейчас мелкий бизнес, в мелкий бизнес идут иммигранты. Мексиканцы очень активно открывают какие-то ресторанчики, пиццерии, хлебопекарни, магазинчики, все что угодно. Это семейный бизнес, там вся семья вкалывает, люди получают неплохие деньги, у них есть стимул, потому что хотят люди заработать. Сами же американцы стараются получить хорошую специальность и по этой специальности устроиться. Потому что инженер здесь очень хорошо зарабатывает, преподаватель здесь очень хорошо зарабатывает, медицинский работник хорошо зарабатывает. Практически все квалифицированные специальности очень хорошо зарабатывают. Вопрос в другом. Найдете ли вы вакансию под то, что вы умеете делать? Вот это уже другой нюанс. У нас есть знакомая, у которой дочка закончила в Америке институт, самый престижный по дизайну. Она очень долго искала работу на дизайнера, тоже хотела работать строго по профилю. Она работу нашла в течение где-то полугода, устроилась, и неплохо получает, у меня получается порядка 5 или 6 тысяч долларов в месяц на старте. Это очень неплохо, считается, для Америки. Вот. Даже очень-очень неплохо. Вот. Соответственно, на дому вы тоже можете заниматься бизнесом. Многие так и делают. У них и дом, и офис. Вверху они живут, а внизу в бейсменте, в смежной комнате, у них там, к примеру, небольшой складик, и что-то они там делают. Но опять же, это касается какого-то купи-продая. Если говорить про специализированное производство, то, естественно, вам нужно будет снимать какое-то специальное помещение. Если говорить про производство пищевых продуктов, непосредственно вы будете получить разрешение от инспекции, которая одобрит, что у вас не водятся ни крысы, ни тараканы. Давайте не путать. Американская инспекция – это не та вот эпидемнадзор российский, которая придется, будет вас доить денег, там, вымогать взятки. Здесь все лояльно, нормально. Если вы все сделали, как полагается, к вам никаких претензий не будет, и не нужно будет никому взятки платить, заплатить какую-то. Минимальный государственный сбор, и на этом дело, собственно говоря, закончится. Так что производство здесь можно открыть, и можно даже и на дому. Просто нужно уточнять, что конкретно вы хотите делать. Потому что есть, конечно, какие-то ограничения. В любом случае, чем хороша Америка? Вы формулируете вопрос на английском языке, как запустить фермерское хозяйство, или там, как заняться пошивом сумок, или как делать сосиски или пельмени. Только правильно составьте вопрос, пусть к веке. И на английском языке у вас откроется огромное количество сайтов, где люди обмениваются опытом и выкладывают информацию, как это делается. Потому что, еще раз говорю, в Америке все поставлено на ход. Здесь все на благо человека. Никто для своего бизнеса палки в колеса валять не будет. Читаю дальше. Александр Павлына. Подскажите на примере ваших знакомых, попросивших политическое убежище, должен ли человек находиться в той местности, где он попросил? Да, естественно. Если вы открываете кейс в каком-то штате, то собеседование вы ждете непосредственно по тому адресу, который вы указали в качестве контактного. И после собеседования, если вы ждете решения суда, вы тоже должны проживать именно в этом городе, и в этом штате. Если вы куда-то уезжаете, вы должны поставить и проинформировать тот офис мигрэйшн о том, что у вас возникли какие-то сугубо жизненные обстоятельства, вы переехали в другой город, нашли работу, к примеру, если у вас уже есть permission to work. Но вы должны поставить власти в известность, чтобы вас вызвали в суд непосредственно там, где вы открыли этот кейс. Дальше Александр интересуется, каким образом продав свой дом за 300 тысяч долларов, каким макаром них привезти с собой. Ну, макаров очень много на самом деле. Вы можете, или уточнить, сколько сейчас вы можете, я не знаю, где вы живете, в России или на Украине, какое-то количество привезти наличкой, остальное положить на пластиковую карточку, к примеру, и здесь спокойно с этой карточки снять. Если я в курсе ситуации, то, если, как кажется, Ситибанк, филиалы находятся по всей Америке, во всех крупных городах, с заключением оба Среднего Запада. И, положив деньги на этот счет Ситибанка, вы можете спокойно снимать в день по 5 тысяч долларов наличкой, и таким образом их складывать. Я не знаю, как обстоит дело на Украине, но в России, когда вы кладете сумму приблизительно за раз больше, чем 500 тысяч рублей, это где-то чуть меньше 20 тысяч долларов, банк на вас стучит в налоговую инспекцию по поводу того, что вы такие деньги кладете на счет. Поэтому, прежде чем такие суммы кладете себе на счет на Украине, вы сначала проконсультируйтесь, не сможет ли ваше любимое государство часть этих денег попытаться отнять себе. Ну, и дальше, что можно еще сказать? Есть различные варианты перевода денег по безналогу. То есть, спросите у людей, кто занимается бизнесом с Америкой, может быть, они вам смогут помочь, каким образом. Если у вас будет совсем безвыходная ситуация, напишите в личку, я постараюсь вам найти каких-то людей, которые могут как-то более квалифицированно вас проконсультировать, как такую сумму перевести. Так. Вадим Хасанов. Вопрос продукции в Америке. А, это у меня был ролик про велик, про велосипед. Вадим слышал, что все в Америке китайское, так же, как в России, но китайское хорошего качества. Естественно. Потому что две разные задачи стоят перед закупщиками американскими и китайскими. Конечно, и то вся продукция, электроника, одежда, и там, мы не знаем, шутпотреб, консюмерские товары, производские, но закупщики, которые в России, они, когда едут на китайский завод, они стараются цену уронить до минимума, и, соответственно, берут говно. У американцев другая позиция. Им нужна качественная продукция, потому что в Америке очень жесткие законы по защите прав потребителя, если поставляете какую-то продукцию в сеть магазинов, тот же Best Buy, покупатель может без объяснения причин в течение месяца вернуть этот товар назад. Ну, и, соответственно, магазин принесет убытки, и вы принесете убытки. Поэтому те закупщики, которые везут что-то из Китая, они берут максимального качества все вещи. Тут вы можете не сомневаться. Ну и дальше. Вадим спрашивает, как заказать это из Америки, и что можно привезти. Вадим, заказать из Америки можно все, что угодно, но рентабельно везти какие-то мелкие вещи и, может быть, одежду. Что же касается крупногабаритных вещей, крупногабаритных автозапчастей или еще что-то, у вас будет серьезная проблема с доставкой. Так же, как вот с машинами. То есть машину вы можете привезти в контейнере до Финляндии, потом хлебнете геморрой, если у вас нет каналов по растаможке, как это провести там на территории России. То есть касается крупногабаритных автозапчастей. Мой знакомый один занимался запчастями с России, потом забил. Сейчас я смотрю ролики Юра из Индианы, Индианаполис, он пишет, что он практически прекратил поставлять товары в Россию и заказы, потому что почта встала. Да, совершенно верно, почта встала. Осталось только два возможностей варианта доставки. Первый вариант – это такой контрабас, то есть вы отправляете какие-то заказы, но это ориентабельно, опять же, для крупных заказов в Финляндию. А дальше связывайтесь с какими-то питерскими тушканами, вот так их называют. Эти люди мотаются через границу в Финляндию в Хельсинки, забирают эти грузы в Финляндию, дальше приезжают в Питер и передают заказчику из рук в руки. Таким способом живет половина Санкт-Петербурга и Выборга. Эта схема налажена, я думаю, что в условиях того, что почта и официальные каналы стали намертво, сейчас это останется единственный канал. Есть только таможня на границе между Выборгом и, соответственно, в Финляндии все это дело не прикроет всю эту лавочку. Вот. И еще один способ, это через украинские службы. Есть такая почта, как Мист, есть такая почта, как Украина Экспресс. Цена достаточно обменяемая, получается, приблизительно, где-то 6-7 долларов за килограмм. Единственный нюанс, эти посылки очень долго едут. Они очень долго едут по какому-то своему хитрому каналу. И в России, если вы отправите их из США, вы получите только через 2 месяца, в лучшем случае. Я уже по этой схеме отправлял знакомым и секонд-хенд им. Я тут один человек заказал интересную такую вот штуку, такой вот складной аэромассажер. Он в ванну укладывается, и у вас ванна превращается в джакузи. Заказал человек. В Волгограде он получил, по-моему, через 2,5 месяца, столько времени это шло. Но это очень дешево получается, и вы получаете гарантированно. Тем, кому это интересно, пишите, соответственно, в личку. Про заказ вещей из США я снял специальный ролик, смотрите, в плейлистах заказ одежды, электроники и вещей из США. Я подробно все это рассказывал, даже привел ссылки, где вы можете это все посмотреть. Так, Андрей Аликссон, патриот США. У меня мечта стать писателем. Ну, что ж, добрый день, новый господин Набоков. Мой вопрос, как стать писателем, насколько я слышал, в США нет цензуры, поэтому в США стать писателем легче, чем в России. В России нужны деньги и связи. Что я хочу сказать? Значит, в России, конечно, да, нужны деньги и связи. В Америке тоже связи не нужны, если вы собираетесь заниматься такого рода бизнесом. Для начала, для начала, что вы хотите писать? Если вы пишете какие-то художественные произведения, вам, наверное, нужно все-таки ориентироваться на англоязычную аудиторию, но чисто писать по-английски. Если вы пишете по-русски и хотите в какие-то русскоязычные издания, то в Америке, я хочу сказать, издания, вот те, которые, по крайней мере, на слуху у тех, кто здесь живет, это периодические газеты и журналы в «Новом свете», еще там пару-тройку изданий, все. Про то, что здесь эмигранты покупают какие-то книжки, опять же, каких-то писателей, которые здесь издаются, я не слышал. Скорее всего, это тупиковая ветвь эволюции, мой вам совет. Вы, если действительно хотите попробовать себя в роли писателя, попробуйте в интернете самостоятельно поискать какие-то газеты и журналы русскоязычные, которые выходят здесь, по Америке, и связаться непосредственно с издателем и предложить свои услуги. Может быть, что-то пилотное пришлете и услышите какой-то ответ. Тогда вы поймете, насколько вы как писатель можете состояться или нет. Леонид, хороший вопрос. Хороший вопрос. Леонид посмотрел видео про скунсов. Леонид, это мой птенный зритель и подписчик, очень активно принимает участие в обсуждении. Леонид, привет. Может быть, как-нибудь, посмотри на твое видео и ты где-нибудь выложишь. Леонид хочет разводить скунсов. Что я могу сказать? Скунс прикольное животное. В Америке очень много клубов-любителей скунсов и опоссумов. Животное приручается, живет в доме. Достаточно отвезти его к ветеринару и удалить эту пахнущую железу. Все, больше проблем у вас не будет. Хотя есть энтузиасты, которые успеются приручить натурального скунса с этой железой и еще его готовят для охраны домов. То есть, если в дом лезет злоумышленник, ему очень-очень не поздоровится. Вот. Потому что, если скунс, а он очень нервной струей пользуется, вот, попадет непосредственно на кожу и на лицо, то у человека может случиться анофилактический шок. Так что, лучше в дом, где вот такой вот скунс-сторож лучше не забираться. Может быть, чреват впоследствиями. Вот. Я сам скунсов люблю, коллекционирую плюшевых скунсов. У меня в Москве осталась большая коллекция и здесь я достаточно уже много этих скунсов собрал. Когда сейчас немножко потеплее, они вылезут на улицу, я постараюсь для Ленидос 5 снять специальный ролик по поводу скунсов. Илья Петюрин мне прислал письмо целое большое такое на мой электронный адрес. Рассказывает, что живет 20 лет в Сибири, хотел стать врачом, сейчас работает в какой-то шахте. Я не понял, то ли уроновой, то ли урановой. Ну, в общем, не могу понять, что это за шахта. Вот. И, в общем, походу, его это дело достало изрядно и вот он спрашивает, как ему, в общем-то, свалить. Что я могу сказать? Для начала, для начала вам нужно взвести свои силы. Во-первых, вам потребуется язык, вам потребуется какие-то капиталовложения и хотя бы виднее, чем вы будете заниматься в Америке. Для начала я порекомендовал вам приехать в Америку как турист, оформить двухгодовую визу для начала и приехать сюда и посмотреть на эту страну и для себя сделать какие-то выводы. Вот. Если вы умеете водить машину, вы можете устроиться водителем. Если вы разбираетесь в электрике, вам придется проучиться в колледже и получить корочку и заниматься электрикой, сантехникой, чем угодно. Если у вас есть деньги и вы можете купить какой-то уже готовый бизнес, вы спокойно это можете сделать. Все упирается непосредственно в ваше желание. Ну, естественно, потребуется английский язык, то есть, хотя бы на базовом уровне для начала нужно языком владеть, потом здесь же можете пойти на бесплатный или бесплатный курс и свой язык немножко подтянуть. Но для начала рекомендую вам приехать. Для получения визы, если вы нигде не были, я бы для начала рекомендовал бы вам съездить в пару-тройку стран Европы, чтобы у вас не было бы паспорт заграничный уже с пространными визами. Обязательно съездить в Англию и уже после английской визы идти в американское посольство. Потому что американцы смотрят, если стоит английская виза, значит, соответственно, вас очень к вам лояльно относятся и нормально вам дают американскую визу многократную на несколько лет. То есть, для начала приезжайте в Америку, посмотрите на страну, если нужны будут какие-то мои рекомендации, или пишите по электронной почте, или следите за моими обзорами. То есть, пожалуйста, без проблем, постарайтесь вам информационно помочь. Ну и вот, меня постоянно спрашивают, сколько с собой взять денег и как я приехал. По поводу денег. Все зависит от цели и задачи, которые вы перед собой ставите. Если вы сюда уже приезжаете не только как турист, но уже с задумкой здесь остаться, и вы уже четко на это настроились, вы уже приезжаете прямо сюда, идете уже прямо сразу, не задерживаясь к юристу, делаете кейс на грин-карту, пока ее не отменили, потому что летом собирается Конгресс США нести поправки к законодательству по поводу лотереи грин-карты и пребывания иностранцев здесь. Поэтому вам нужно, кто это серьезно задумывается, не откладывая, срочно все это начать делать сейчас. Потому что, что будет после принятия этого закона, никто не знает. Абсолютно. Это шкаток Пандоры. Вот. И, соответственно, вот то время, пока вы будете ждать разрешения на работу, а вам его дадут после полугода, как вы подали на кейс, вам нужно здесь прожить. По минимуму, вам обойдется где-то полторашка в месяц с учетом аренды жилья и продуктов питания. Это самый-самый минимум. То есть, давайте считайте сами. Я думаю, что у кого нет в кармане 20-30 тысяч долларов, лучше не приезжать. Потому что, ну, будет проблема. Если вы сами не знаете, как заработать денег, не знаете, как с интернетом работать и так далее, то есть, не сможете найти какую-то подработку, будет весьма проблематично сидеть на голодном пакете и дожидаться разрешения на работу. Конечно, можно пойти и работать нелегально, если совсем уж припрет, но я бы не рекомендовал бы это делать, потому что здесь с этим достаточно жестко следят и можно рваться на серьезные проблемы. Вот. Ну, а коль скоро у нас в основном едут люди среднего класса, что такое 25-30 тысяч долларов? Это машина. То есть, если у вас есть иномарка, там, вы можете спокойно ее продать. У тех, у кого есть лишняя квартира, тоже, соответственно, может ее продать и с этими деньгами уже себя спокойно, весьма спокойно чувствовать. Приехать сюда и уже спокойно обустраиваться. Вот. Ну и как я приехал? Я уже про это рассказываю неоднократно. В Америке я уже был где-то в 2008 году. Приезжал сюда посмотреть на страну. Мне здесь все устроило, мне все понравилось исключительно. Ну, я рассказываю про свои личные предпочтения, потому что я поездил по миру очень много где был и в Европе был, и в Китае, и в Гонконге, и где только меня не носили черти. И, соответственно, для себя я сделал выбор именно на эту страну. А второй раз мы уже приехали сюда с женой, ехали мы сюда рожать, приехали мы сюда с одной спортом.